МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале НИКО Плюс в студии Маргарита Михайлова. Здравствуйте. По факту жестокого обращения с животными в Пряже возбуждено уголовное дело. Надзорные органы установили, что должностные лица предприятий района, которые занимались производством коровьего молока и разведением пушных животных, систематически на длительное время оставляли без пищи животных с целью избавиться от материальных затрат. От голода в Пряже погибли 15 телят и более тысячи норок. Общественники опасаются, что жестокое обращение с животными на этом не закончится. Кормить дороже усыпить. Зоозащитники попросили расставить запятые в этой амфиболии министра сельского хозяйства республики. Благодаря чиновнику, общественников на ферму пропустили. По словам немногочисленных работников, сейчас зверей кормят регулярно. Ежедневно варят около 4 тонн корма. Вот только из чего? Сырье для корма хранится не в холодильнике. Зловоние словами не передать. И это не единственное нарушение санитарных норм. Животных на ферме не прививали. Это влияет на их иммунитет и не исключает возможности эпидемий. Напомним, более двух тысяч зверьков уже погибли. Причину пока устанавливают. Но трупы животных до сих пор не утилизированы и хранятся рядом с живыми особями. Впрочем, состояние норок и лисиц министр оценил на твердую троечку. Констатирую, что состояние животных удовлетворительное. А почему работники говорят о том, что проработавшие 30 лет, что у них состояние меха очень плохое? А я не сказал, что он хорошее. Я сказал удовлетворительное. Ну то есть, я непонятно, и забивать их будут на мех. Как же они мех будут продавать, если такой мех хороший? Он будет стоить дешевле. Забой животных начнется в ноябре. Общественники опасаются, что следом за голодомором и лисьим каннибализмом, о котором рассказывали работники фермы, последуют более жестокие меры. Зоозащитники боятся, что шкуры со зверей будут снимать живьем, потому что денег на препараты для усыпления на предприятии могут не найти. Просто люди уже сочувствуют по всей России, как бы озаботились этой проблемой и пытаются даже деньги собрать, ну, хотят. Если будет понятно, о какой сумме идет речь, люди готовы кинуть клич по России для того, чтобы набрать деньги и выкупить этих несчастных животных. Потому что самая большая еще проблема в том, что я, например, очень сомневаюсь в том, что их будут гуманным образом усыплять, прежде чем на мех они пойдут. Будет ли усыпление гуманным, может ответить только собственник, которого на месте мы не застали. С ним же зоозащитники хотят заключить сделку и выкупить зверьков, а потом отправить их в питомники по домам, а некоторых выпустить в карельские леса. Насколько гуманно отправлять в дикую природу зверей, выращенных на ферме, вопрос риторический. Жители дома номер 4 на улице Ленинградской до сих пор живут без газа. Напомним, 18 сентября там отключили сжиженный газ, а обещанный природный не подключили, потому что Карелгаз забраковал вентиляционные каналы дома. Их будут переделывать. На это уйдет не меньше месяца. На прошлой неделе в мэрии сообщили, что у людей появится возможность пользоваться хотя бы плитами, но с тех пор прошла неделя. А газа как не было, так и нет. Ситуацию прокомментировали в городском управлении жилищного хозяйства. Причина в том, что решали мы вопросы безопасности. Готовился у нас проект на переустройство газовых вентканалов. Работали проектировщики всю эту неделю на кровле. В итоге вчера проект одобрил фонд пожарной безопасности. Сегодня соответствующие документы направлены в Карелгаз. А завтра, в четверг, на доме появится уведомление о работах по подключению плит к природному газу. Поэтому жильцов просят обеспечить доступ в квартиры. Пока по стояку каждая квартира не будет пройдена, мы запустить газ не сможем. Но будем постоянно запускать. Каждый стояк, люди доступ дали, стояк запустили, в плиты газ пошел. То есть подключение должно начаться завтра. Если воспользоваться плитами, жильцы смогут уже на этой неделе, то водонагреватели им будут доступны не раньше, чем через месяц. Столько времени понадобится на переоборудование вентиляционных каналов. В Петрозаводске откроется детский технопарк. Играя, дети будут изучать там передовые технологии. В прошлом году Карелия получила на проект субсидию из федерального бюджета. Уже набрали 500 школьников. Правда, сам технопарк пока не открылся. О нем рассказали в «Точке кипения». Пока юные изобретатели тренируются на рыбах. Так ученик сорокового лице Даниил Диденко с другом создали устройство, которое дистанционно может управлять аквариумом. Нужен только телефон и вай-фай. Например, нажимаем управление подсветкой, и у нас выключается подсветка. Или узнать наличие корма. То есть у нас есть специальное устройство, которое обеспечивает кормление рыбок. Мы можем узнать, есть ли там корм с помощью команды «Наличие корма». Куда бы вы ни съездили, вы просто запускаете телеграмм и управляете аквариумом. Педагоги говорят, дети иногда предлагают решения, которые не очевидны взрослым. Для реализации своих уникальных идей карельские школьники смогут использовать технопарк «Сампа». Его образовательные программы презентовали в «Точке кипения». Появляется площадка, которой раньше в Карелии не было. Благодаря технопарку у нас появляется очень большое количество высокотехнологичного оборудования, которое, соответственно, дети смогут использовать в своей деятельности и реализации своих проектов. Детей будут учить программировать и защищать данные в интернете. Познакомят с созданием беспилотников, программированием различных роботов, а также с созданием виртуальных туров, 3D-карт, инновационных продуктов. Педагоги заявляют, что дети будут решать не только мифические задачи, но и задачи, актуальные для республики. К примеру, детскими проектами уже заинтересовался Онежский судостроительный завод. Правда, сами дети пока не заинтересованы в продвижении проектов на рынке. Так а зачем? Сейчас надо развиваться, и после 18 лет уже можно о чем-либо думать. Может и хорошо, что хотя бы дети не бегут впереди паровоза. Пока поработать с высокотехнологичным оборудованием, о котором говорит директор Яков Фомичев, у юных изобретателей возможности нет. Сейчас на улице Крупской в здании бывшего интерната номер 22 и будущего технопарка идут ремонтные работы. В этом году технопарк не откроется. Юлия Кучеренко, Владимир Волотовский, телеканал Ника+. В Национальном архиве отреклись от Старого мира. Посетители новой историко-документальной выставки, посвященной столетию Российской революции, познакомились с подлинными документами и фотографиями эпохи Великих Потрясений. Отречемся от Старого мира, Отречемся от Старого мира. Гимн и главный лозунг Февральской революции. «Вся власть советом» – девиз октября. Именно с этими событиями связана выставка в Национальном архиве. Впрочем, по словам организаторов, для Петрозаводска это были не февраль с октябрем, а март 17-го и январь 18-го года. Новости в Олонецкую губернию приходили всегда с опозданием. Некоторые документы, представленные на выставке, ранее никогда не экспонировались и не публиковались. На фотографии изображена манифестация на Петровской площади. Сейчас это площадь имени Ленина. Подобная картина, манифестации, митинги была очень типична для Петрозаводска в 17-м году. Люди собирались на митинги много, часто и по любому поводу. На данной фотографии вы можете даже разглядеть транспарант анархистов с изображением черепа и надписью «Федерация анархистов города Петрозаводска». Выставка будет работать в Национальном архиве с 19 по 21 октября с 10 до 16 часов. В Кондопоге будут ловить жар птицу прямо на льду. 5 ноября в Ледовом дворце спорта юные карельские фигуристы покажут ледовую феерию в музыке, танце и свете по мотивам легендарного однактного балета Игоря Стравинского. Как уверяют авторы проекта, такого балета в Карелии еще не ставили. В необычной постановке приняли участие юные спортсмены Петрозаводска, воспитанники городских спортшкол, а также симфонический оркестр Карельской филармонии. И все это на льду в окружении 3D-декораций. Льда не будет, как обычно мы привыкли на это смотреть. Это будет болото или это будут горящие угли. Много-много картин, которые мы увидим. Проекция на лед и еще помимо этого будет проекция другая 3D, которая будет показана в самом зале. Стоимость билетов на ледовую феерию будет варьироваться от 400 до 1500 рублей. А новости на сегодня все. На этом я Маргарита Михайлова с вами прощаюсь. До свидания.